Муфтий Шех Равель Гайнудин Председателя Сената Парламента Казахстана Маулина Ашимбаева Мероприятие прошло в рамках Седьмого съезда лидеров мировых и традиционных религий То, что сегодня Казахстан собрал лидеров мировых и традиционных религий в своей столице Это огромный плюс республики, руководству страны Казахстан Здесь садились за круглый стол те, которые, возможно, в других местах за одним столом не сидели бы Не захотели бы друг с другом сидеть Но здесь они вместе решают вопросы, которые волнуют наше человечество И сегодня они доносят до широкой общественности, мирового сообщества Свои взгляды, свои понимания, свои призывы И мы слушаем и слышим друг друга Поэтому сегодня религиозные лидеры, они говорят Надо слушать и слышать друг друга Надо быть в диалоге Надо добиваться совместно мира, стабильности, спокойствия И самое главное, справедливости В парке мира и согласия посажено более 50 лиственных и хвойных деревьев Согласно количеству глав делегаций 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий Что символизирует сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане Природно-рекреационный парк, который планируется построить в будущем году Будет расположен вдоль русла реки Есиль На полях 7-го съезда лидеров мировых и традиционных религий Председатель Духовного управления Мусульмана Российской Федерации Равиль Гайнудин Побеседовал с главой католической церкви Папой Франциском Муфтий предложил вознести совместную молитву И Папа Франциск откликнулся на это предложение Духовные лидеры помолились за мир во всем мире Для Папы Римского этот жест не выглядит чем-то сверхъестественным Это следствие многолетней работы Напомним, что сначала была принята декларация о человеческом братстве А затем важнейшим событием в развитии межконфессионального диалога Стали переводы на русский язык и издание энциклики Папы Римского Франциска Фратели Тутти – Все братья Так была налажена связь между российскими мусульманами и католиками Символично, что религиозные лидеры разных конфессий высаживают саженцы Которые, если их поливать, обязательно дадут хорошие плоды Мусульмане верят, что даже растения непрестанно совершают безмолвный зикар и поминают творца А те, кто их посадил, получают большое вознаграждение Ареби Тухаев, Медина ТВ Редактор субтитров А.Семкин